А в первой гимназии выбрали короля и королеву. Всю неделю шли битвы, поэтическая и танцевальная. Идея проведения таких необычных соревнований пришла от учеников, двух старшеклассников. Сами придумали, сами сделали мощную рекламу. Но не ожидали, что мероприятие вызовет такой интерес. Всю неделю на переменах в актовом зале собиралась чуть ли не вся школа, чтобы своими глазами увидеть сражение. Это у меня идея не сразу пришла в голову, а где-то неделю, может, думал. И родилась так. Сначала поэтическая битва, по идее, получилась идея, как бы, родилась. А потом dance battle. Я сам удивился, потому что не рассчитывал, чтобы даже целый зал. Ну, нечего на переменах делать. И получилось так, что возникла идея проводить соревнования по танцам, по поэзии. Вот, развивается еще идея. Будем больше делать. Только начало еще не настолько все продумано, как хотелось бы, но все впереди у нас, надеюсь. В поэтическом баттле рискнули принять участие 13 шкалеров. Суть его была в том, что днем, предыдущим перед состязаниями, ученикам выдавалась тема, на которую необходимо было написать стихотворение. На выполнение – сутки. На следующий день два участника зачитывали их перед болельщиками и жюри. Победитель переходил в следующий круг. И так от четвертьфинала до финала. В последней битве определилась тройка призеров. Темы для поэтического обыгрывания не совсем простые. Меня волнуют три вопроса, братья по умолчанию и никто, кроме нас. Думать мне пришлось, что хочу у вас спросить. И вопросов не нашлось. Буду просто говорить. Три вопроса, суть одна. Уши на вас три, мой друг, информацию со дна вашего сознания я сейчас достану вдруг. Будьте во внимании. Не помню, что произошло. Я очутился на полу. Поднял голову. Увидел, снизошло. То, что на вопросы отвечает за хвалу. А в голове моей все больше красивых слов. Все меньше и меньше смысла. Вынули все мозги из голов. Развитие человека зависло. Второй вопрос, что волнует меня живо. Ну пока живы. Но потом мы уйдем. Так зачем нам тогда рождаться вообще? И я не знаю, куда мы после смерти попадем. На этот вопрос дадут мне ответ, лишь когда я впаду куда-то на этот свет. Победителем битвы стихотворцев стала Мария Касаткина. На втором месте Михаил Сухинский. Третий Евгений Поздеев. На следующей перемене прошло заключительное состязание дэнсеров. До финала из 12 человек дошли двое. Денис Субботин и Екатерина Игнатьева. Денис Субботин и Екатерина Игнатьева. На самом деле нисколько. Это чисто импровизация. То есть я брала готовую музыку. Ну не готовую, сама ее делала. Просто выходила на сцену, перелив эмоции, делала так, что я просто танцевала и все. После двух выходов победителем стал Денис, который в прямом смысле этого слова стоял на голове во время исполнения. Ну я просто годами всякие связки учил. Помимо этого добавлял еще более сложные эффекты. Надо больше растягиваться, качать рицепс, пресс, чтобы было больше делать на ноги движения. Также надо уметь хорошо, как сказать, махать ногами. Самое главное, чтобы получились многие обороты, чтобы хорошо, эффектнее и все смотрелось. Кроме того, по итогам народного голосования среди болельщиков к понедельнику определяют обладатели призов зрительских симпатий.